Закончился очередной матч чемпионата России, его в очередной раз уверенную победу одержал. И мы разговариваем с одним из героев сегодня матча, Дмитрием Бантоновым. Дмитрий поздравляет с победой, хороший герой. И все-таки всех волнует вопрос, что было первые 8 минут в исполнении НИВ. Я хочу напомнить, что не одного гола не было. До 8 минут, 9 секунд. Я думаю, бывают такие случайности, попробуем их в дальнейшем нескоренить. Но, как игра показала, догнали, собрались. Все-таки постарались, я думаю, ребята все вытащить игру на начальных минутах, чтобы догнать и верить. Ну, как раз к вам претензии нет. Я почему вас и выбрал как одного из лучших игроков в матче. Что ваши три гола внесли перелом. Вначале всех успокоили и дальше пошло что-то. Поэтому еще раз за эти три гола вам огромное спасибо. Немножко по сезону вас не спрашивали. Вам частенько доставалось на нашем форуме, в том числе от меня. Но вот сегодня игра, тут про поле болели. Ну, потенциал у вас огромный. Вот я не завершаю трюм, хочу сразу сказать, чтобы травмы и болезни вас до конца сезона обходили стороной. И вы будете очень большим усилением нашей команды. А то череда травм от столяров. Сейчас на травме немножко. Видите, зайцем болел. Теперь, значит, по игре. Как вы считаете, хорошо это для нашей команды после почти двухмесячного перерыва вступать в игру? Ну, все-таки, скажем, не с лидерами нашего гонбола. Или плохо? Ну, это определенно большой плюс для команды, я считаю. Потому что, все равно, как идет какая-то вкатка, идет разгон, где-то уже набираем обороты. И сейчас будет тоже небольшой перерыв у нас. И в 20-х числах начинаем уже следующую серию игр. С более сильными командами. И не совсем приятными для нас, я так скажу. Так что, надеюсь, небольшой сбор, который сейчас будет, он нас все-таки приведет в чувства, подтянет. И будем на, более, так сказать, лучший уровень. Ну, вопрос всех интересует. Что там целом и стилировано внутри? Как серьезная травма или еще не ясно? Ну, насколько ясно, он выбрал буквально в лучшем случае. Не надеюсь. Это в лучшем, в этом смысле. Дальше еще, может быть, рецидив какой-нибудь. Мы всегда в голове держим игру с чеховскими медведями, да? Вы в своей истории на площадке противоборства выигрывали чеховскими медведями? Да, но не в составе питерской команды. Ну, это я имею в виду. Да, да. Выигрывали у них дома, причем, я не знаю, что вы обыгрывали Горостан. Я хотел сказать вам, перейти плавно. Как-то надо, наша команда, в принципе, уже научилась давать бой на своей площадке. Вот, и в этом числе, это мы с Гориевом. Но у нас совершенно ничего не получается в Чехове. Уж кто мне только не давал интервью после разгромничанных поражений в Чехове и обещал, что будет победа. Ну, подскажите, я, ребята, внутри команды, я не хочу его выяснить. Это военная тайна, как все-таки Чехов нам это одолеть. Мы столько лет ждем уже, надеемся на победу, это не будем ждать. Поэтому давайте вот на этой ноте закончим. Вы ребятам расскажите военную тайну, а мы подождем. Спасибо.